Открывая совещание, заместитель главы Анапы Сергей Козлов подчеркнул, что зима на Кубани отличается резкими изменениями погоды, перепадами температуры, налипанием снега на проводах и их обрывом, подъемом воды в реке Кубань. Не только воды в Кубани, но и потоки воды, которые текут по территории города Анапы, неоднократно с этим уже ставлено, срывает все, разбывает побережье, пляжную зону. В настоящее время на территории Краснодарского края проводятся комплексно командные штабные учения, посвященные действиям всех ответственных служб при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. На первом этапе, который проходит в эти дни, отрабатываются практические мероприятия на объектах энергетики. Это сборка ЧАЭС, который мы сейчас с вами проводим, и отработка воды, которые обозначаются в ходе проведения КАЧЭС. Второй этап рассчитан на два дня, и он проводится 22-23 ноября. Это отрабатывается практических мероприятий по предупреждению о 15 чрезвычайных ситуациях, связанных прежде всего с подтоплением. Выбрано практическое мероприятие – это село Суков, которое наиболее уязвимое и там быстро развивающее событие. О них мы будем говорить подробнее на втором этапе. Прозвучали выступления представителей предприятий жизнеобеспечения – НЕСК «Электросети», «Теплоэнерго», «Водоканала», «Кубаненерго». На каждом из предприятий сформированы дежурные аварийные бригады. Имеются автономные источники электропитания, расходные материалы, спецтехника, световые вышки для ликвидации аварий в ночное время. Есть опыт работы в сложных погодных условиях. При нехватке собственных сил и средств предусмотрено взаимодействие с предприятиями из ближайших муниципалитетов, готовых оказать оперативную помощь. Если этих сил и средств недостаточно, значит нам будет направляться дополнительно командированный персонал с исполнительного аппарата. Это филиалы баниндров. Ну и если уже масштабное что будет, то уже с беззору сетей направляется. В общем, наращивание у нас людей может исчисляться тысячами. Необходимо уделить особое внимание социальным объектам, школам, детским садам, больницам. Поставил задачу заместитель главы Сергей Козлов. Его заверили, что в случае чрезвычайной ситуации там будут приняты первоочередные меры по стабилизации ситуации.